Ребят, привет! Ну, мне буквально... Назад сказать, что я сегодня за Мастыкова. Поэтому мы начинаем КВН. Вот. И первая команда — это мои любимчики Мельку. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас сыновать успеет довольно страшно. У вас, ну, тут-то нам уже не важно. Припев футболы мы гораздо хуже. Короче, мы поём! Короче, мы поём! Закройте уши! Мы любимчики! Любимчики, любимчики! Здесь дальше его написано. И снова мы любимчики! Здравствуйте, дорогие друзья! В преддверии Дня Святого Валентина команда КВН решила поговорить о близком. О центр рынке? Да ну тебя, о любви! Кстати, любовь! Мне в этой теме так много непонятного. Ну, например, почему самые красивые женщины всегда встречаются с самыми наглыми, мерзкими и гнусными типами? Ой, Вин, ты правда считаешь меня самой красивой? А вообще, любовь — это равнодушие к его водичим носкам, разбросанным по всему дому. Нет, позвольте! Любовь — это равнодушие к тому, что тебе постоянно будут напоминать об этих носках. Неправильно прочитав несколько предложений в книге юного гипнотизера, двоечник Петров поработил мир. Ну ты чего тормозишь мне? Драйв! Позитив! Ну нету у меня драйва! А если найду? А ты чего радуешься? Не мог ничего пооригинальнее придумать? Ну, просто ты весь наш текст запраковал без всяких объяснений. А, то есть ему объяснение надо, да? А ничего, что в твоем тексте было всего две шутки. Прикинь, сверху было написано сценарий и принес мне этот серьезным видом. Но у нас больше ничего нет. И как нас учили наши конкуренты? Не умеешь шутить — танцуй! Да уж лучше плохо шутить, чем так танцевать. Итак, эволюция танцев возле ночного клуба. «Я иду, шагаю по Москве, но я пройти еще смогу» «Access denied» «Закрашный снег, несправедливая, я вам обещаю проживую ее красивая» «Access denied» «Закрашный снег, несправедливая, я вам обещаю проживую ее красивую» «Access denied» «Больше, больше ламура, и макияжа, и макияжа, и макияжа, и макияжа» «Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи, я в камер зла» «А сейчас реклама! У вас нечем почистить ботинки?» «У вас кончились чернила для принтера?» «У вас нету смолы для крыши?» «Педжемай!» «Нет, ну не есть же его» «А сейчас реклама! У вас нечем почистить ботинки?» «Быстро, дешево, невкусно, жиром я покроюсь густо» «Макдональдс, вот что я люблю» «Ой, Ален, а я тебе идеального мужчину шел!» «Все как заказывали, высокий, крепкий, неболтливый, и спортсмен, хоккеист» «Ой, а потом он что-нибудь делает?» «Ну, инструментом владеет, и все любит делать своими руками» «Ладно, уговорил, так где же он?» «Ну, не понимаю я этих женщин, сами не знают, чего хотят» «Быстро, дешево, так где же он?» «Быстро, дешево, так где же он?» «В городе деревья завяли, птички замолчали в лесу» «Зрители, конечно, узнали, это вам запела лолсу» «Папа запашлял кому надо» «Мне осталось только запеть» «Всем понятно с первого взгляда» «Наступил на ухо медведь» «Приехать на гастроли Мельбурт» «А это был ведь мой каприз» «Но голос мой сказали вредным» «Гринпис, гринпис, гринпис» «Мы апелляцию подали» «Но ничего, потому что» «Австралия еще узнает» «Алсу» 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 «Нас с тобою было супрем» «Ну а теперь террористическая организация с ультранизким бюджетом» «Новости на Первом канале» «Пентагон привел тестирование нового оружия» «Министерство обороны не отреагировало» «Пентагон обиделся» «Леонид Якубович крутил барабан и застрелился» «Новости спорта» «Япония потребовала включить сумо в олимпийскую программу» «Макдональдс поддержал предложение» «Это лирика, что по существу» «В этом месяце мы предложили 2300 кнопок на стуле» «Создали месяц 4800 шнурков» «И перевернули 320 дорожных знаков вверх ногами» «Хорошо, что с пропагандой» «Мы написали 832 неприличных слова на заборе» «Что, разные? Какие мы эрудированные?» «Что по регионам?» «Наш чикотский филиал собрал 2300 тонн макулатуры» «4600 тонн металлолома» «И перевел 1800 бабушек через дорогу» «Чего, чего?» «Мне кажется, наш чикотский филиал не до конца понимает значение слова «терроризм»» «Дети, чего вы здесь расшумелись»? «Ой, какие милые, а!» «Ну ладно» «Пусть бегут неуклюжек» «Пишет воды по лужам» «Мы подсыпали в лужу цемент» «Хоть на скальту прилепли» «И от ора отрепли» «Вот веселый какой инцидент» «Мы играем все в ладошки» «Мы куличи кипячем» «Мы же дети» «Просто дети» «Мы тут не причем» «А теперь вернемся в прошлое» «Времена прошедшие» «Лагерь пионерский» «Комната женская» «Там за холмом» «Захваченный врагом» «Наш пионерский лагерь» «Эй, Светка» «Ой, а где Светка» «Ну ладно, я потом зайду» «Шухер» «Так, все, отбой, пишите Свет» «Светка легла уже» «Да, она подпростыла» «Ну окей» «А это что такое» «Эм, носки шерстяные» «Я же говорю, простыли» «Окей, ладно, все, отпущите Свет» «Ну как же так, нас тут комары совсем закусали» «Пионер, помни, лучшая защита это нападение, кусай их» «Не понял, а где все девчонки» «Ну, в четвертом отряде мужчины, пошустрее мальчики» «А ты чего осталась» «Да что бы я, истинная пионерка, донь шахтера и учителя, в чьей душе, неугасаемым огнем, горят идеи партии» «А ну понятно, по вожатому сохнешь» «Ну что, пошли пить вор до четвертому отряду» «Всегда готов» «Ну-ну, а ничего, что у них одни дзюдоисты» «Всегда готовы остаться» «А вообще, в Советском Союзе даже мечты у детей должны были быть по госплану» «Именно поэтому, каждая школа обязана была выпустить 20 космонавтов, 14 врачей, ну и одного зэка» «О чем мы критикуем? В Советском Союзе было так плохо, что мы все собрались здесь для того, чтобы вспомнить, как все-таки там было хорошо» «По как мне было 10 лет, я еще не смог про них первый» «Одну девчонкам залезал, но ночью пока еще не знал» «Теперь мне 28 лет, но помню я вкус лагерных котлет» Нет, я помню песню костра, красный флаг, серд молот и звезда. Летний лагерь, ностальгия, мы опять в своей стихии. Мы танцуем, мы играем, мы отдать, мы вспоминаем. Когда вам было десять лет, я еще не родилась на свет. О чем поете вы, не знаю я, но сочувствую я вам, друзья. Летний лагерь, ностальгия, мы опять в своей стихии. Мы втроем, сейчас на сцене, мы играем в КВН. В КВН. КВН.